Завсегдата и ночных клубов хорошо знают, какую туда лучше всего надевать одежду, чтобы светиться волшебным светом в ультрафиолете. Конечно, белую. Именно она обладает таким свойством. Вообще у ультрафиолетовых лучей есть и множество других полезных применений. Например, сейчас именно с их помощью предлагают лечить простуду, причем в домашних условиях. Каким образом и работает ли это, мы проверили. На лекарства обычно бывает аллергия. Я пожаловалась к своему терапевту, и он предложил вот такой многоразовый ультрафиолетовый аппарат. Купила и в течение пяти лет пользуюсь. И не знаю, насколько он эффективен на самом деле, может быть, это плацебо, но в любом случае достаточно приятно, как солярий, только для горла. Все мы привыкли. Если лечиться, это значит что-то противное. Горькая микстура, неприятный спрей для носа или сильное прогревание. А тут ни жара, ни вкуса, вообще никаких ощущений. Только выглядит довольно странно. Десять минут сидишь со светящимся конусом в носу или во рту. Врачи подтверждают, это действительно помогает. Ультрафиолет убивает микробов и активирует иммунитет, улучшая кровообращение и заставляя организм вырабатывать витамин Д. Это как солнечная ванна, только для носа и горла. Если в меру, то будет неплохой результат. Но надо помнить, что любые ультрафиолетовые воздействия вызывают все-таки хорошее повреждение и быстрое старение ткани. Поэтому если вас этот вопрос не волнует, тогда вы можете использовать ультрафиолет. Он очень хорош для бактерицидных эффектов. А вот с прогреванием любого вида стоит быть осторожнее. Применять особые приборы, дышать над картошкой или прикладывать к носу горячее вареное яйцо по бабушкиному рецепту может быть опасно. Например, если у вас начинается гайморит. Это осложнение назморка, при котором воспаляются предаточные пазухи носа, расположенные внутри черепных костей. Если отток слизи оттуда затруднен, традиционная физиотерапия способна навредить. Если мы в это время поднесем сюда тепло, произойдет реакция, когда микроорганизмы, которые существуют сейчас в гайморовой пазухе, они начнут интенсивно размножаться. И мы получим обострение данного заболевания. В таком случае придется оперировать и прибегать уже совсем к другой физиотерапии, лазерной, которая помогает ускорять выздоровление. Есть, кстати, ее вариант и для домашнего применения. Существуют приборы с монохроматическим светом одной длины волны, как в лазере. Например, с красным свечением для лечения верхних дыхательных путей. Физиками давно доказано. Красный свет расширяет сосуды, ускоряет кровоток. Главное, тщательно подготовиться к процедуре. Высморкать каждую назрю отдельно. И между высморками должна быть пауза глотательного движения, то есть проглотить слюну. Затем сделать 10 глубоких вдохов-выдохов. Для чего? Для того, чтобы провентилировать носовую полость, гайморовые, лобные пазухи, решетчатый лабиринт. Такая подготовка поможет полезному свету пройти глубже в толщу слизистой, а значит, процесс выздоровления пойдет быстрее. А вот для совсем маленьких придумали пустышку с синим свечением. Считается, что этот спектр убивает микробов. Ну, это все равно, что от санации полости рта. Это чисто бактерицидный, как бактерицидный очиститель работает для полости рта у ребенка. Пустышка, а точнее встроенный в нее кристалл, после активации работает 2 минуты. Как уверяет производитель, этого вполне достаточно. Главное, убедить ребенка держать прибор во рту. Не с каждым это получится. Ангелина, например, отказалась на отрез, а вот Аня стала с удовольствием играть и заодно лечиться. Специалисты полагают, что это вполне безопасно. Вот я считаю, что он слабенький прибор, да? Поэтому никаких негативных, отрицательных последствий быть не может. Но вот есть ли прок? На самом ли деле эти приборы убивают микробов? Мы провели лабораторное тестирование, которое дало интересный результат. Выяснилось, что при единичном применении микроорганизмы реально уничтожает только ультрафиолет. Те участки в чашке с питательной средой, где были высеяны пробы, там не наблюдалось абсолютно никакого роста в местах обработанных. То есть он действительно работает на ультрафиолете, он действительно дезинфицирует полость рта. И главное, врачи настаивают на том, что любые физиотерапевтические процедуры, в том числе домашние, должен назначать только доктор. Прежде чем вот это вот все покупать, надо очень даже проконсультироваться с врачом. Потом очень важно то, что когда мы покупаем эти приборы, надо понимать, что количество курсов, которые мы проводим за год, может быть не больше двух-трех. И то, что этот прибор понадобится в следующем году, тоже большие сомнения вызывают. Так что наша рекомендация, прежде чем тянуться за кошельком, надо все взвесить. Может окажется проще и безопаснее походить на процедуры к специалистам? Впрочем, ультрафиолетовый прибор я себе на всякий случай приобрел. Для борьбы с микробами хочется иметь козырь в кармане. Продолжение следует...